в первую очередь хотелось бы поблагодарить что нашел для нас время зная твою, как говорится, бурную деятельность на поприще в служении Исламу и Корану, очень рад, что у нас получилось встретиться, дай Аллах, чтобы Аллах уберет мусульман, и нас, и вас, и вашу семью от всякого зла, инща Аллах. Аминь, аминь, инща Аллах. Ахазаш, вы слышите меня хорошо, инща Аллах? Да, отлично слышу вас, большое спасибо, очень приятно вместе с вами провести беседу, просим Всевышнего Аллаха, чтобы была польза, инща Аллах, для нас, для всех, инща Аллах. Барак Аллах. Барак Аллах. Барак Аллах. Хазар, тему, которую хотим мы сегодня дотронуться, как разобрать, это роль мечети в развитии коранических дисциплин. Естественно, под кораническими дисциплинами я подразумеваю все ее разновидности. Это преподавание Корана, улюм Сафир, улюм Куран, улюм Таджвит и так далее, и так далее. Вот эту сторону хотелось бы немножко затронуть. И хотелось бы начать с первого вопроса. Вопрос звучит так. Мы прекрасно понимаем, что ваша деятельность связана непосредственно с мечетью, и проблематику этого развития вы намного прекрасно знаете изнутри. И нас сейчас, лично меня и наших слушателей, волнует решение этой проблематики изнутри мечети, а не со стороны прихожан, как они видят. Почему? Потому что многие прихожане думают, что вот проблема только со стороны или какие-то там другие проблемы. Я бы хотел, чтобы разобрать, и смогли разобрать вот это. Итак, Хазар, первый вопрос. Скажите, пожалуйста. Я волну, вы так задали, первый вопрос волноваться. Вернул вас к студенческой жизни, да. Да, 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 как будто на экзамене все вахты 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 вахты. Это же так, лохи. Иншалла мы постараемся более, как говорится, охватить детально, чтобы пользы больше было, иншалла. Иншалла. Первый вопрос. Мечеть для мусульман Российской Федерации, для нас, это культовое сооружение или место религиозного просвещения? Что вы скажете? Мечеть для мусульман Российской Федерации. Мечеть для мусульман Российской Федерации. Берешь ахляк, то есть ученого, который сидит в мечети, чувствуешь вот эту атмосферу в мечети. И Аллах в сурате Нур, когда писал Аллаху нуру с самого арти и до конца этого аяту. В следующем аяте Всевышний Аллах разъяснил, где находится его нур. То есть именно в домах Аллаха, в мечети Нур Всевышнего Аллаха. Конечно, изучение Кур'ана, коронической наук, если это в мечети, даже, например, на сегодняшний день брать, ну, возьмем Сауду с Карави, например, возьмем другую страну. Есть халакат Тахфеда Кур'ан, есть именно вот эти кружки изучения Кур'ана. Опять же, во время учебы, где мы больше в основную пользу взяли, это не в университете, а именно вот в этих халакат, именно в этих кружках по изучению Кур'ана, те же кружки, которые были в мечети пророка Мухаммада, саламу алейкум, до сегодняшнего дня есть в Аль-Хараме, то есть там в каждом кружке есть ученые, есть шейх, кари, ему сдают. И вот это вот как бы, когда вместе сидишь, то есть основные все Кур'ана, основные вот эти часы Кур'ана именно брали основное знание Кур'ана, коронической наукой именно в мечетях. Это как бы в общем. Касательно Российской Федерации, то есть мечеть является как бы именно место, где берут науки или это культовое какое-то сооружение, то я думаю, люди делятся на две категории. Одна категория людей, которые смотрят на мечеть как какое-то культовое сооружение, например, заходят туда, сфотографируются там, раз в жизни, может быть, во время свадьбы заезжают, делают некие фотки там на, вот, или сам себя фоткает, я на фоне мечети сегодня всем рассылают в инстаграме, потом смотришь, у него там инстаграм переполнил плохими, основные там сфотки далеки от мечети и так далее. Ну, как бы для него это как бы что-то, какой-то культура, что ли, или так далее, как бы. Есть другая же категория людей, это те, которые именно рассматривают мечеть как дом Аллаха, как место поклонения, как то место, где они поминают Всевышнего Аллаха, как место, где изучают Кур'ан, как то место, где повторяют Кур'ан. Например, есть люди, так скажем, которые даже в Москве, находясь в Москве, да, себе время находят, то есть, скажем, там какое-то у них время раз в день или, например, раз в неделю заезжают, именно заходят где-то в уголке Севита и повторяют Кур'ан, тот мухтава, который он выучил там, скажем, за неделю и так далее. То есть, такие тоже есть как бы люди. Поэтому, так скажем, тут мы, наверное, больше, опять же, находясь как бы внутри мечети, разделим на две категории. Есть категория людей, которые не смотрят на мечеть, как, так скажем, дом Аллаха, где бы они поклонялись и проводили там свое время в повторении Кур'ана и в изучении Кур'ана. Есть другая категория людей, которые уже углубились в этом и смотрят на мечеть именно как место поклонения, то место, где изучают Кур'ан. Это как бы вкратце. Маша Аллах. Маша Аллах. Хазад, баракаллах. Хазад, хотелось бы перейти ко второму вопросу. В данной ситуации сложилась такая тенденция, что имам под негативом находится. Вопрос таков. Авторитет имамов в современных реалиях всевозможными формами принижается. В большом сожалению, это факт. Никто не сможет это отрицать. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы имам был авторитетом для прихожан и для мусульман? Опять же, я бы, например, посмотрел на этот вопрос. Именно ответил следующее. То есть это, наверное, соотносительно. То есть есть, например, для кого-то имам является авторитетом. Кстати, Маша Аллах, хотелось бы дать должность именно народу с Кавказа. Они очень, Маша Аллах, уважают имама и к имаму прислушиваются. Даже если человек даже, может быть, чуть-чуть далековато от религии, может быть, не так уголовно, все равно слово имама для него весомо. Есть человек, есть, например, те, которые, например, да, как бы там даже там вот мулла там и так далее, там такие как бы эти. Но, во-первых, тут две, то есть, опять же, это вот больше те, которые так не уважают имама или не относятся к нему там с уважением. Во-первых, тут, Аллаху а'алям, я думаю, тут тоже есть как бы и проблема в самом каком-то имаме, наверное. Потому что, например, он себя неподобно ведет, неподобающим образом ведет. Он делает так, чтобы его не уважали. Он делает такие действия, которые, даже помню бабушки у нас, как бы, ну, шутя, дедушки, бабушки раньше говорили на татарском языке. Пускай Аллах сбережит от ада имама, так говорили. То есть, как бы он знает, но он делает все противоречное. И, так же, один из имамов, тоже из стариков, сказал, говорит, то, что имам говорит, ты делай, то, что делает, не делай. Это, опять же, эти поговорки все, шейх Ильяс, сложились не на, не просто на словах, наверное, на каких-то действиях, когда имам себя вел неподобающим образом. Понятно, ля-раха-даниэ-тефи-ли-слям, нету именно монашества в исламе. То есть, имам — это такой же человек, он, как бы, и кушает, там, и на рингеет, у него у кого-то свой бизнес есть, своими делами занимается, также он семьянин, у него семья есть и так далее. Как бы, он обычный человек, но, однако, имам должен понимать то, что на нем у Лия именно ответственность больше, потому что люди на него смотрят, как бы, как нам ученые-шехи тоже во время учебы в Сауде говорили, если вы оставите имама сунну, то обычный человек, прихожанин фарз, оставится, глядя на вас. Поэтому, как бы, понимать он должен, имам должен понимать, что на нем у Лия, на нем есть ответственность за его слова, за его действия. Люди будут по нему судить религию. Поэтому, к сожалению, как бы, ну, аль-хамдулля, да, Аллах, на сегодняшний день таких меньше, но, может быть, были такие имамы, которые противоречили. Не хотелось бы сейчас все тут вспоминать и рассказывать, но были такие имамы, которые, как бы, ну, не то, что имаму мусульманам не подобают такие поступки совершенно. Есть же, аль-хамдулля, имамы другие, которые всегда были в авторитете, которые даже наши отцы говорили, и к ним относились с уважением. То есть он, аль-хамдулля, то есть он то, что говорил, он сам это делал. Он призывал не на словах, а на делах. Вот. Вот как бы вот так вот. Но, аль-хамдулля, помилосе Аллаху, субхану ва-та-Аля, Аллах видит на наши сердца, и вы, в том числе, иншаллах, шейх Ильяс, я думаю, и все, как бы, мы не ищем довольствия людей, мы не ищем, чтобы у нас люди нашли какой-то авторитет. Но главное дело, чтобы нами был доволен Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля. И поэтому, ссылаясь на это, если Аллах будет доволен нам, иншаллах, то Аллах сделает так, что и люди будут довольны нами. Если Всевышний Аллах, субхану ва-та-Аля, будет недоволен нами, тогда и люди тоже будут недовольны нами, и в створении Аллаха станет недовольным нами. Поэтому, я думаю, имаму, может быть, где-то... То есть иногда смотришь, когда вот некоторые из имамов, как бы тоже он ищет вот это довольствие людей, чересчур это видно, и как бы отдаляется, то есть оставляет некие, так скажем, свои принципы исламы, канонические. И главное дело, чтобы такой-то там богатый человек или иной был им доволен, и видишь, как этой стороны выглядит некрасиво, и видишь, как бы, в первую очередь, перед Всевышним Аллаху, субхану ва-та-Аля, во-вторых, как бы, самим перед собой ему должно быть стыдно, некую внутри, у него вот это недовольствие должно быть этим действием, и в-третьих, и видишь, как бы, он так всегда, как скажем, такой на побегушках, там, здесь, это... Поэтому у имама должно быть свое слово, именно, опять же, то слово, которое не должно противоречить Корану и Суни. У имама должно быть именно вот... Вот он, если идет по... Аллах, Субхану ва-та-Аля, указал этот путь, он не должен, как бы, у этого на поводу идти, или у этого на поводу идти, как бы... То есть, должен судить именно и идти, быть справедливым, так, как призывает нас Всевышний Аллах, Субхану ва-та-Аля, и так, как показал посланник Аллаху. Если все имамы, иншаллах, будут искать довольствие Аллаха, то, я думаю, иншаллах, все имамы будут в авторитете. Поэтому... например, чьих Ильяс, например, имам Мечте Харама, они все в авторитете, там и правители к ним даже с таким уважением относятся, там их слово для них, потому что они как бы, аль-хамдулля, в сердцах мы не знаем то, что оно действует, они ищут довольствие Аллаха. Поэтому имаму, я как имам говорю, и хотел бы другим обращаться, имамам Мечте Аллаха, то есть мы не должны искать именно довольствие, как бы, прихожан, именно, имеется в виду, как бы, чтобы люди поняли, я хотел бы это чуть-чуть разъяснить, довольствие прихожан имеется в виду, как, то есть прихожан может сказать, как, то есть, получается, имам должен делать, то есть, как только он хочет, не как прихожан. Нет, нет, я хочу сказать, я хочу сказать то, что, чтобы именно имам, он искал довольствие Аллаху, и тем самым, чтобы прихожан понимал тоже, что если имам делает, соответственно, Кур'ану, Сунни, соответственно, тем адатам, которые приняты в том или ином обществе, не противоречивающие шариату, то, аль-хамдулля, прихожанин должен понимать, что есть это благое, и следовать за этим, если он говорит, как бы, вы наш имам, то есть он должен не просто на словах тоже прихожанин, а на своих действиях тоже должен для него слушаться имама, прислушаться к нему и так далее. Поэтому как-то вот это, которая у меня мысль была, я смог обещать. Мысль понятная, так называемая гайбет-ль-имама, уважение имама, мы прекрасно понимаем, что в современном мире в имамство идёт только те, которые осознанно понимают, что там, как говорится, мужского блага нет. Да, да. Если имам как бы думает, если человек думает, если он отучится, станет имамом и розетта пойдёт, чтобы его люди слушали, уважали, то пускай даже не старается, пускай бизнесом займётся или другим делом. Поэтому как бы это... Также, альхамдуллях, как бы, чтобы было, я думаю, ещё очень такая нокта есть, обычно, например, как бы, если имама в России посмотреть, у них нету зарплаты там от государства. Обычно там что? Вот, я смотрю, там поговорил. Да, маленькая зарплата там собирается и так далее. Поэтому я думаю, тоже параллельно, параллельно, как бы, имам должен, у него быть какое-то своё дело благодатное, откуда он зарабатывает и так далее, чтобы он был независим от этого там, там будет сегодня зарплата или не будет, как бы, от садакат, чтобы не было вот этим, как бы... То есть он должен тоже, альхамдуллях, параллельно как-то, я думаю, второе образование взять, может быть, где-то там, пускай маленький какой-то, у него своя торговля и так далее, но от того, от чего он берёт, альхамдуллях, через это ему дают баракат, благодать, риск, и он как бы тратит это на семью, на свою, потому что имам, он тоже, он также, у него есть семья, у него есть дети, как бы этот... Люди как бы что думают там, ну, обычно раньше так думали, типа, имам, он там ходит, там садака собирает, так далее, там это, астахаруллах. Вот обычно такие люди говорят, которые далеки от религии, которые сами не практикующие, а которые уже прихожанин, который практикует, он понимает, как бы, как это всё... осознанно понимает ситуацию. Да, аль-хамдулях. Или, например, или если имам приехал на хорошей машине, и так далее, не значит, что вот он имам, как бы у него там машина, он у него тоже, у имама есть что-то там, значит, какое-то, аль-хамдулях, какое-то дело есть, значит, он чем-то занимается, аль-хамдулях, просто так не сидит, как бы, то есть, то, что это, опять же, именно как бы наставление пророка Мухаммада, саламу ассалям, мы не должны имам быть там попрошайниками, сидеть там, помогить и так далее, просить у кого-то там ждать, мы должны ждать от Аллаха, саламу ассалям и делать какое-то что-то параллельное, по мере возможностей, то, что нам принесёт пользу в этой дуне. Валлаху али. Машалу али. Как говорится, стандарты и реалии применения сунны пророка Мухаммада и стандарты коранические применения повседневной жизни являются настолько приоритетным для нас, и тем более для имамов. Я это поэтапно перехожу к следующему вопросу. И вот добавить ещё, чтобы полная картинка была, и знаешь, я хлис ваше вращение, есть другая тоже, как бы категория, некоторые имамов, они, астагфорулах, пускай Аллах обережит всех мусульман, то есть он хочет, как бы, вот я имам, и как будто люди должны ему поклониться, что ли, как бы, ты знаешь, с кем разговариваешь, я имам, я такой-то муфти, я такой, астагфорулах. Аллах в Коране говорит, вы сами себя не хвалили, Аллах знает, кто это. Вот это тоже, как бы, должно быть исключено у имама. Эти, те параллели, которые сталкиваются в повседневной жизни. Да. Аллах облегчил. Аминь. Позвольте, хочу перейти к следующему вопросу. В наших мечетях, в современных реалиях, к большому сожалению, недостаточно обращается внимание на коронические дисциплины, коронические науки. Вопрос такой, это проблематика кадров или отсутствие интереса среди прихожан? Машаллах. Очень хороший, очень полезный вопрос, я думаю, тоже здесь, как бы, и отсутствие кадров, и также, именно, то есть, отсутствие интереса у прихожан. Но второе, это больше, отсутствие интереса у прихожан. Почему? Потому что кадр, альхамдулля, любой имам, любой, как бы, в мечети, он может читать Коран, может читать, у нас не тот уровень, чтобы изучать карааты, азбабын-нузул, там, и так далее, как бы, макаматы, такие вот уже, которые науки. Это лил-хавас, для определенного, для малого количества людей. А в основном, человек, который приходит в России, если уже, как бы, так посмотреть, уже открыть глаза, и положить руку на сердце, человек приходит изучать Коран, для чего, чтобы правильно научиться Коран. Ко мне, например, никто-то не приходил и сказать, можно к вам прийти, выучить, например, скажем, там, ревайт-альварш, например, или или кто-то там, например, там, пришел, там, чтобы изучить, например, там, там, бирвайехе, да, нет такого, как бы, именно, что приходит, там, хочу правильно, с тажвидом, научиться читать Коран. Это раз. Второе, что мы замечаем, и это, наверное, больше проблема, приходит человек, я читать Коран умею, но без тажвиды, хочу заново научиться. Вот это больше проблема. Получается, он изначально научился неправильно, его изначально научили читать неправильно. Поэтому что-то переделать тяжелее, чем что-то построить с нуля. Вот даже сейчас мы, когда с папой, когда восстанавливали мечеть, в Ульяновске, она была еще там построена, семь лет проработана, потом закрыли ее, семь лет она была закрыта, из нее там, ну, как обычно во время Советского Союза, и склады делали, там, и клуб, и так далее. То есть она, сено трогать нельзя, крыши нет, этого нет. Сухану, мы еще думали, переделать тяжелее, чем заново построить. Легче убрать и заново построить, но нельзя трогать сено. Вот что-то переделать тяжелее. Поэтому, когда человек к тебе приходит с нуля изучать Коран, ты с ним начинаешь с малого, с букв, Махарджи, Хруф, он уже тебя слышит, а получается, человек неправильно произносит буквы, читать умеет, и он уже выучил суры неправильно, и переучить ему тяжелее, заново. Поэтому, здесь дается вопрос, значит, кто его обучил так неправильно читать Коран? Значит, тут проблемы тоже в кадрах есть. В тех кадрах, которые он неправильный, там, для кого-то, например, нету разницы, как говорят, три буквы Сэ в арабском языке. Как три буквы Сэ? Син, Сэ, Ясат. Я говорю, нет, нету три Сэ. Есть Сэ, есть Син, Ясат. Сэ это три разные буквы. Или, как говорят в арабском языке, например, там, три буквы Хэ. Хэ, Ха и Хэ. Нет, это Ха, это Ха, это Хэ. Не нужно говорить три Хэ. Это три разные буквы. Поэтому, отсюда, как бы, для кого-то нету разницы. Он там прочитал, Халик, или Халик, изменил, что он думает, что это Хэ, и все. Поэтому, отсюда, Шейх Ильяс, две вещи. Первая, и отсутствие кадров тоже. И второе, именно, отсутствие, так скажем, у прихожани, углубиться именно в науках, в коранических науках. Кто-то, например, начал и оставил. Здесь задается опять вопрос, почему? Или ему неинтересно преподавали, неинтересно ему объясняли, поэтому проблема в преподавателе, или у него, как бы, там, на втором месте изучение Курана. Здесь, как бы, такое, как бы, здесь двух, такое яки. Ну, поэтому, я думаю, в Аллаху А'лим, именно, чтобы такие коранические науки более изучать, для этого должно быть, например, какие-то специальные, даже, примечеси, кружки. Например, обязательно должен быть привязан тот имам, который владеет этому, и их обучать. Но там будет меньше народа. И, то есть, обычно, те, которые уже достигли какого-то уровня, как бы, там, в науках Курана. Другая же, например, это для большинства прихожан, для всех, которые хотят научиться с нуля, там тоже должен быть, например, какой-то шейх, или имам, или штат, который их должен обучать. Поэтому здесь, вот, как бы, как-то вот так. Машаллаза. Машаллаза. План, этот вопрос к нам, у нас перешел к преподаванию Корана в мечетях. К последнему вопросу, который хотел бы задать. Преподавание Корана в мечетях должно быть, как вы думаете? По классическому стандарту учитель-ученик прямой контакт, или уже пора переходить в онлайн преподавание? Что вы скажете? Я думаю, если это, Аллаху Алям, как бы, мое мнение, я думаю, если это изначально, если с нуля, то должно быть классическое, чтобы он, как бы, слышал, чтобы это, если он уже, как бы, научился, какой-то уровень достиг, то можно и по онлайн. Например, можно, если человек, скажем, то есть, пришел на первый урок, там, или еще он, как бы, читать не может, там, начально только таджиит изучает, я думаю, должно быть, как бы, именно такое классическое, чтобы он был преподаватель, должен быть, да. баракат имама, чтобы ты передавал. А онлайн, я думаю, Аллаху Алям, когда он уже достиг какого-то, что-то может читать, может имаму сдать, и так далее, отдельно на уроке. Это раз. Второе, то, что также не противоречит, если давать уроки онлайна, с нуля, именно в этом пользе, я думаю, даже очень много пользы будет для преподавателя. Он может уже брать, как бы, это, то есть, зайти на этот урок, даже если он знает, и может по этой методике, уже как бы классическом виде преподавать другим. Поэтому, как бы, ну полностью все на онлайн, как бы, не так мне кажется. Даже сейчас, когда мы это проверили, пандемия, когда было все на онлайне, вкус не ощущается. Да. Даже если мы смотрим, как бы, там худбу онлайн, как бы, есть разница, что ты в мечети прислушиваешь на худбе, что по онлайну, две разные вещи, как бы, поэтому, что мы по лекции сворим по интернету такого вот ученого, или идем к нему на урок, и сидим там, совсем по-другому воспринимается. Согласен. Барак Аллах, разрат, джизак Аллах, ухайран. Барак Аллах, в завершении нашей такой мимолетной встречи, я надеюсь, что наши слушатели пользу получили, однозначно получили. Ваше пожелание нашим подписчикам. Да. Во-первых, хотел бы еще раз, шех Ильяс, поблагодарить вам, иншаллах, что принял это из благих деяний, иншаллах, от вас и от нас, иншаллах. Хотел бы всем пожелать, подписчикам, всем братьям, всем мусульманам, аль-хамдуллах, самое главное, что будьте богобоязнен, бояться Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'али, и это именно представление всех пророков, всех посланников, ани-та-куллах, боди Всевышнего Аллаха, субхану ва-та'али. Поэтому бояться Аллаха, субхану ва-та'али, в сирре у аль-аляне, бояться Аллаха как наедине, так и на людях, иншаллах, чтобы всегда было именно вот это вот, именно где же находится место богобоязнен, это пророк Мухаммад, саллаху аль-Аллаху, три раза указал, атакваха вуна, атакваха вуна, атакваха вуна, оно здесь, в сердце, поэтому каждый человек сам о себе лучше знает, аль-хамду л-ля, боится, он, всевышнего Аллаха, субхану ва-та'али, нет, поэтому, аль-хамду л-ля, богобоязненность, быть богобоязненным, это, аль-хамду л-ля, это успех всего, любого начала, любого конца, любого, аль-хамду л-ля, поэтому и также, если мы с богобоязненностью будем ко всему относиться, то тогда наши дела, аль-хамду л-ля, будут долгими, благодатными, иншаллах, так скажем, даже если мы богобоязненностью подойдем к изучению Кур'ана, мы увидим совсем другой вкус чтения Кур'ана, изучения Кур'ана, за богобоязненностью будем к тому или иному делу подходиться, аль-хамду л-ля, что Аллах за нами наблюдает, всевышний, и то, что это дело мы делаем перед всевышним Аллахом, также я хотел бы пожелать всем братьям, всем близким, аль-хамду л-ля, чтобы Аллах, уберег нас от этих смут, которые сейчас есть, от этих болезней очень многие наших близкие, также хазиряты, имамы, которые заболели, многие братья умерли, которые мы лично знаем, поэтому вот вчера один у нас тоже очень близкий, близкого брата, отец умер, Аллах, сегодня его похоронили, поэтому именно, чтобы Аллах, уберег нас от этих болезней, от этих, от этой пандемии, чтобы Аллах, субхану ва-та'але, чтобы помился всем, что Аллаху, чтобы мы вернулись в ту жизнь, в которой мы всегда были, аль-хамду л-ля, завтра у нас тоже очень радостное событие, чех Ильяс, на утре намаз уже нас мечеть на поклонной горе открывается, и будет открыт, аль-хамду л-ля, поэтому я думаю, и еще, знаете, что бы хотелось в первую очередь самому себе сказать и всем нам, переосмыслить, как перезагрузка, чтобы наша жизнь не была, то есть мы, сидя дома, наверное, много кто-то изменился в лучшую сторону, я не говорю, чтобы были все плохими, но если по десятибальной шкале, если там кто-то до семерки доходил, можно до девятки дойти, до десятки и так далее, и переосмыслить, по-другому, иншалла, осознать все вещи, по-другому ценить, аль-хамду л-ля, ценить то же самое изучение Корана, мечеть, молитвы в мечети, то есть прочувствовать, чтобы Аллах, субханду л-ля, нам возможно прочувствовать вот этот вот, скажем, ля-да, вот этот вкус, именно вот сладость, поклонение в домах Аллаха, сладость, аль-хамду л-ля, вместе собираемся на благом, на том деле, которым Аллах, субханду л-ля, доволен, и чтобы, как Аллах, нас вместе в этой жизни собрал, так же всех нас собрал в Ширдаусе, иншалла, чтобы Аллах сделал нас мин ахлил-кур'ана, аль-лядин хум ахлил-ллахи, аль-лядин хум ахлил-ллахи, ассавху от ул-ллахи, аль-лядин хум ахлил-ллахи, шейх ильяс. Спасибо большое вам. Аль-лядин хум ахлил-ллахи, иншалла, в ближайшем году увидимся. Саламу ахлил-ллахи, аль-лядин хум ахлил-ллахи, баракалавикум. Уважаемые подписчики, уважаемые братья, сестры, которые следили за нашими встречей, иншалла, у нас в гостях был имам мечети на Поклонной горе, Асхат Хазрат. Желаем всем, иншалла, самого-самого наилучшего. Берегите себя, любите Коран, живите Корану. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи, баракалавикум.